здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада видеть вас на своем канале это видео я решила записать именно формате видео для того чтобы не отвлекаться на чат и показать прям четкие сигналы тела нашей сегодняшней героини вчера на канале супер вышло интервью певицы бьянки которую но я вообще конечно же слышала ее песни я в восторге от ее песен но так получилось что мы давно ее не видим на просторах шоу-бизнеса да и ну для многих это стало большим сюрпризом вообще конечно очень хотелось бы чтобы она вернулась к своей творческой деятельности в таком объеме чтобы мы опять слышали ее хиты чтобы мы опять их скачивали включали везде чтобы из всех и утюгов что называется но в общем я надеюсь что своим разбором я внесу свою небольшую лепту в ее популярность в развитии ее популярности снова но в общем то довольно интересно было узнать что это за человек но давайте все-таки вернемся к сигналам телом потому что мы здесь именно для этого и начнем мы с разборов с разбора сигналов тела касающихся женской красоты женской привлекательности многие из вас уже догадываются что это будет касаться волос давайте посмотрим насколько разные сигналы папу ну с помощью волос она нам показывает и здесь вот прям как но действительно истероид что что делать на эстраде у нас в основном одни истероиды это понятно но и перед нами тоже человек у которого много этих качеств и эти качества выражаются именно в том что она трогает волосы давайте включаю первый фрагмент и давайте наблюдать середине нулевых ты была королевой русского народного рнб и было на пике своей славы так как ты живешь сейчас а теперь посмотрите что она делает с волосами сначала она их берет потом немножечко даже потрясывает да потрясывает демонстрация волос да посмотрите полюбуйтесь мной при этом поднимает челюсть и мы видим что немножечко есть отвращение и немножечко презрение что это такое на самом деле вот здесь мы видим что никакой неприязни к собеседнице она не испытывает да вот это дань моды дань моде вернее да сейчас многие девчонки на фотографиях вот именно такое лицо показывают на тем самым на самом деле отпугивают своих зрителей да но они показывают свою такую как сказать свою независимость уверенность в себе да то есть не подходи я я могу постоять за себя да вот это вот дань моде вообще конечно меня очень сильно как сказать и пугает и напрягает вот когда я понимаю что это значит но но вот так вот получается что часто мы делаем то что ну по большому счету неправильно да но вот таким образом мы что-то демонстрируем и мода это в общем то такое понятие очень особое потому что например в китае или в японии напомните мне когда закрашивали знать закрашивала зубы черной краской это тоже считалось красивым вот это этот жест тоже вообще в общем то он как бы люди думают что он очень красив но на самом деле он очень сильно отпугивает и лишает нас какой-то определенной доли душевности да то есть сразу такой знаете посыл не подходи ко мне но здесь конечно же это понятно перед нами человек который действительно создал такие мощные хиты не если вы забыли о них то пожалуйста найдите и прослушайте вы поймете о чем я говорю и я очень рада была узнать об этом человеке побольше да и здесь в общем то довольно уместно и и вот эта демонстрация превосходства да ну в общем то я хочу просто предостеречь тех кто будет это делать на своих фотографиях не делайте этого девчонки вы наоборот отпугиваете всех мужчин которых ты вы хотите таким образом привлечь да ну давайте наблюдать видите какая демонстрация волос волосы мы с вами помним это женская сила это женская мощь и в общем то здесь это очень даже уместно то есть она красуется ну это понятно да давайте смотреть дальше видите как интересно его зовут он наверное жив даже мне говорил что кто-то его видел он москве его зовут михаил шиян так а здесь она поправляет волосы указательным пальцем указательный директивный палец да причем правая рука идет в действие то есть здесь идет руководство и идет команда да и поправляет волосы то есть у меня все под контролем да вот ну вы пока любуйтесь моими волосами и немножечко отклоняется то есть и немножко неловко вспоминать об этом человеке но ничего видите как выпрямляется и отклоняющая нагрузка отвлекает этих дебильных всех мыслей которые которые были когда мне было так грустно когда сидела дома одна был 17 сентября как сейчас помню был мой день рождения я сижу и думаю ко мне же никто не понимаешь не было безумно обидно что день рождения для меня это ну один из любимых праздник этому или видите вот здесь вот очень интересный такой жест и он имеет глубокие корни вот часто люди используют определенные жесты не понимают что это значит на самом деле вот когда волосы нарастают на лоб это значит что у человека есть определенные рамки причем они настолько внушенные им либо со стороны социума либо со стороны родителей что это уже даже вот понимаете волосы вросли да вот у мусульман очень часто особенно у мусульманок именно вот это вот ну как лоб становится даже меньше от того что волосы примут начинают расти вот прям со лба считай да и здесь она как бы убирает вот эти все ограничивающие факторы да и при этом демонстрирует челюстью челюстью и выдвигает губу губу вперед да это у нас наглость выдвигает челюсть вперед то есть это готовность драться да за свою точку зрения но при этом напрягает подбородок то есть как бы демонстрирует одно но на самом деле думает да нет не буду я драться просто я здесь по по петушу с немножко и остановлюсь да ну вот как бы разгребает вот эти свои рамки убирает рамки до добавляет смелости такой интересный жест который я посчитала что вам обязательно надо показать его да вот любуйтесь пожалуйста а вот сейчас влияет вот смотрите а здесь получается тоже как бы убирает со лба до расширяет свои рамки и немножко проводит по волосам здесь уже жест как бы я уберу свои рамки и полюбуйтесь мной я же этого достойно до уже второй очень приятный мне и очень классные артиста артем качер вот мы познакомились недавно на мероприятии но просто с волосами 50 оттенков серого до смотрим дальше следующий жест у нас будет касаться воспоминаний прошлого и этот жест мы с вами неоднократно встречали на других разборах но давайте здесь вот именно он сопряжен с некоторыми другими жестами да вот она вот когда человек вспоминает прошлое да он трогает себя вот здесь вот затылок прошлое находится вот здесь и когда человеку именно в этом месте трогает он себя может хвалить за прошлое может еще что-то какие-то факты из прошлого вспоминает да и здесь этот жест присутствует но он в комплексе с другими давайте наблюдать и к самое главное что этому сопутствовали деньги почему как только появилось много денег он еще такой он еще такое был тоже дело ну и есть будем надеяться что он живет смотрите и с отвращением вот наблюдайте на отвращение какое по поводу отвращения надо будет еще провести занятия но это потом видите опустила челюсти ей так не нравится вот это вспоминать вот как будто копаться в чем-то таком неприятном да но мы помним отвращение это брезгливость при этом подбородок напрягает подавленность челюсть сейчас посмотрите челюсть сторону провела видите как в сторону немножечко ушла то есть скрываемая агрессия скрываем и не принять неприятие вот этой ситуации видите казалось бы вот он же с до простой а сколько сопровождает вот и в общем да а вот здесь вот смотрите сначала макушечку погладила я молодец да потом начинает воспоминания макушечка это вот помните нас детстве гладили говорили о хороший мальчик хорошая девочка да вот здесь то же самое то есть сначала погладила себя потом пошла на затылок вспоминать был мой трек вконтакте в топе никто за это не платил никаких денег ничего просто он звать с травой и я хотел от него ребенка и мы к этому даже шли но не успели не дошли скажем так потому что потом уже там начали летать гитары об стену тарелки и все я такая да да и отклоняется очень сильно отклоняется но вот это вот про прошлое понимаете да следующий сюжет давайте посмотрим вот короче мой отец он очень много пил смотрите как она говорит вот трогает затылок этот жест который мы только что смотрели да а то есть она вспоминает при этом она вот при всей браваде при всем том что она там в конце сказала что да я с ним не общаюсь и общаться не хочу но видно что она сейчас чувствует вину она этого не осознает то есть челюсть вниз подавленность и чувство вины поэтому вот я бы очень рекомендовала я эту тему проработать потому что вот у нее это очень сильно сидит в ней и мешает но тем не менее давайте дальше и когда пил у него было получается что белая горячка я короче дошла к нему сказала что еще один раз ты ко мне придите с указательным пальцем то есть это вот директивное такое общение да вот она вспомнила а потом рассказывать я я сказала да видите как иллюстрирует свою речь и прям четко прикоснешься я пойду в милицию сейчас уже в полицию и просто расскажу о том сниму побои игры и все те решатра родительских прав и как бы все до свидания это подействовало к сразу ну всех тогда все советское время не было сказочной любви все время было тяжелое вот и видите отвращение нахмурилась а вот здесь уже волосы как щит идут смотри все таки мама от него ушла он уехал видите вот она волосы как бы вперед то есть вот это моя энергетика пусть меня спасает да и дальше идет смотрите она закрывает нос по сути закрывает ноздри закрывает темперамент это значит не должна поступать другая информация кроме той которая у меня есть да и меня сразу стало хорошо жить если их стало легко и ни разу за ними скучать и плечом пожимает вот здесь вот конечно же она на уровне мозгов себя убедила что все в порядке на уровне бессознательного много сигналов тела говорящих о том что все равно она переживает все равно она чувствует и вину и подавленность и я не знаю обиды там ну то есть вот много много сигналов которые говорят о том что ей надо срочно мириться с отцом что ей надо вот это прорабатывать но опять таки как бы тут это чисто ее будет решение да если она к этому подойдет но вот вот этот это боль она в ней сидит понимаете ни разу за все время мне позвонила и естественно что я нас видите при этом челюстью вот вы видели как челюстью не уходит то есть это скрываемая агрессия скрываемые эмоции отвращение чуть-чуть было тут много много таких вещей которые она сама себе в которых она сама себе не признается так можно сказать простила но больше с ним общаться никогда не хочу и при этом при всем мне мой брат который с ним общается он не понимает почему ну да тут довольно сложный момент да и вот это вот проработать надо бы ну ладно это ее вопросы наши вопросы действительно невербальные сигналы тела и давайте продолжим дальше да кстати по поводу ее ограничений мы в конце обязательно подойдем я там покажу это прям у нее и в нумерологии и в формуле души у нее вот эти ограничения ограничивающие факторы которые она сама себе в жизнь вносит они как раз и есть но даже не она сама себе а так вот складываются звезды у нее и много возможностей и много но немного но есть один ограничивающий фактор который как ложка дегтя портит всю бочку с медом но об этом мы в конце нашего разбора поговорим а сейчас я включаю следующий фрагмент давайте посмотрим потом мы начали ругаться и потом у него не буду там смотрите нахмурилась с отвращением и волосы опять выставляет как щит вот у нее все интервью 50 оттенков волос прям вот интервью можно так назвать я даже хотела назвать но думаю не все поймут поэтому назвала так банально и без изюминки что называется хотя если хотите можете написать в комментариях если вы хотите кстати какое название хотите этому ролику чтоб я дала можете тоже написать потому что я даже не знала что да вообще вот у меня всегда возникает вопрос с тем как называть свои ролики вот в комментариях посоветуйте мне какие названия давать своим роликам чтобы они были более интересными к просмотру что называется давайте теперь дальше смотреть совсем там какие-то проблемы рассказывать личные если он захочет сам это она про своего бывшего мужчину с которым они уже расстались да давно вот который она не знает жив мертв но здесь смотрите как она вспоминает она здесь явно скрывает очень такую компрометирующую информацию а что говоря ну какие сигналы тела об этом говорят во первых она отклонилась очень сильно когда говорила по кроме того она опустила глаза пусть и опустила челюсть это и чувство вины и желание скрыть какие-то эмоции скрыть какую-то информацию говорит с отвращением челюсть вниз держит и презрение презрение мы знаем полюбуйтесь мной я хорошая а вот про него я этого сказать не могу да то есть вот здесь получается что она изо всех сил старается не сказать какую-то информацию но эта информация ну с трудом удерживается у нее но потом кстати алена так и допыталась все-таки что за информация скрывается обязательно посмотрите это видео это интервью в оригинале да потому что там и другие сигналы тела не только те которые я вам сейчас показываю но это всегда очень рекомендательно от меня чтобы вы тоже смотрели те интервью которые я разбираю потому что это ну работа для вас давайте дальше смотреть видите и отвращение и видите вот это вот скрываемая информация даже тут вот как раз то есть ее лицо говорит я знаю очень много но я не знаю готова ли я вам это сказать да наверное не надо этого говорить говорит ее лицо и она прячет свои эмоции прячет информацию при этом видите какое презрение то есть где ним для нее это неприемлемо то что то что он себе позволял вот так быть об этом напишется но и у ему стало при плохо он заболел вот и после этого он так и не бросил свои вредные привычки после только заболел уже реально по-настоящему и там у него мама она главврач было больницы а вот носа губочку помните это у нас про перспективу когда человек говорит о чем-то что ну как бы дает ему уверенность в завтрашнем дне например о том что у него на перспективу мы всегда стараемся как-то что-то какую-то подушку безопасности заложить вот когда речь идет о подушке безопасности речь идет вот вот руки тянутся почесать вот здесь вот это у нас носогубка она отвечает как раз за это и давайте посмотрим еще вот касаемо носогубочки еще некоторые моменты которые она говорила потом начал писать сам музыку на биты мы с ним начнем что-то пробовать туда-сюда видите я увидела в этом перспективу говорит ее тело и мы с ним начали это пробовать вот о чем говорит вот этот жест понимаете тут как бы дополняющие сигналы тела идут в дополнение к речи до к вербальным сигналом невербальные сигналы очень помогают очень помогают расшифровывать что между строк у человека осталось до что он нам не до рассказал теперь следующий фрагмент и меня конечно же есть ухажеры еще которые там дарьки цветы подарки которые меня влюблены на тоже понимаю что скорее всего смотрите как интересно здесь придерживает челюсть то есть знаете придерживание челюсти это придерживание себя чтобы не не ломануться что называется с места в карьер до чтобы не не побежать в припрыжку зачем-то да это же у нас зона действий и она таким образом придерживает свои действия чтобы не наломать дров и говорит действительно об этом что да я я как бы сейчас себя очень сильно сдерживаю в этом плане потому что дров я уже наломала достаточно мне хватит теперь я больше рассматриваю больше придерживаю своих коней и сначала рассматриваю ситуацию нет ничего серьезно понимаешь поэтому наверное очень правильным решением сейчас моей стороны будет видите как интересно а еще локтем как она отталкивает вот она как бы я уже вот эту ситуацию да она мало того что я себя сдерживаю ну и пожалуйста не надо меня соблазнять вот этим всем да как бы это сделала с тем парнем не рассталась и пока я не пойму что мужчина действительно как-то что серьезно к нему расположена и что он тоже самое ко мне идет навстречу то никакого секс ну вот да теперь она намного взвешеннее подходит к этим вопросам да и здесь я и верю потому что ну ее сигналы тела не врут и здесь действительно это очень глубокая решение это не просто так от фонаря сказанное а это действительно выстраданное что называется то есть она еще и сдерживает себя она изо всех сил старается соответствовать этому решению да и не срываться она сейчас хочу вам дать один фрагмент чтобы вы мне его расшифровали именно в комментариях потому что мы с вами уже давно занимаемся на моем канале невербальным общением и здесь вот вы увидите жесты и которые мы сегодня разбирали и какие-то может еще увидите и вот пожалуйста дайте мне развернутый ответ в комментариях и так я включаю фрагмент а свой первый секс ты помнишь конечно очень хорошо он был очень потому что потому что у человека к сожалению вот единственный раз в жизни мне не повезло да но если вам интересно можете включить и посмотреть еще раз о чем там идет речь но в общем сейчас вам вот этот именно фрагмент надо разобрать да и объяснить что это все знать ну там жесты которые вы увидели пожалуйста их разберите на этом невербальное общение я заканчиваю сейчас буквально пару слов вам скажу по нумерологии потому что я увидела у нее очень интересные цифры и по формуле души причем там очень четко перекликается то но вот что заложено и в нумерологии и формуле души прям вот знаете две грани одного целого что касается нумерологии посмотрите жизненный путь 22 кто у меня уже на учиться на моем так сейчас кто уже у меня учится те хорошо знают что такое жизненный путь 22 перед нами мастер учитель перед нами человек с магическими способностями ей достаточно просто чего-то захотеть и у нее в жизни это происходит да вот человеку дано сразу так много обратите внимание у нее еще и число разума мастер число то есть интуитивные экстрасенсорные способности это то как она мыслит как она может взаимодействовать с людьми дата как она видит мир да и она видит его вот именно вот таким образом то есть получается ее душевное побуждение всего 20 всего 6 она не идет ни в какое сравнение с тем как какой у нее жизненный путь да но с другой стороны жизненный путь это просто задача до задача которую человеку надо пройти а вот экспрессия у нее двоечка то есть через контактность через какие-то выстраивания отношений через может быть разбитое сердце да вот эта двоечка это луна это самоотдача в любви то есть она очень много отдает в любви хоть и тянется к манипуляциям но тем не менее все равно она очень много отдает вот в этом она вся можно сказать при этом должна сказать что у нее всегда будет хорошо все с деньгами и очень здорово вот я редко кого вижу из ну вот из нашего постсоветского пространства чтобы не было кармического урока восьмерки то есть у нее нет проблем с деньгами понимаете и формуле души я вам это покажу во прям четко идет указание на то что с деньгами у нее проблем вообще никогда не будет и не было то есть перед нами человек в общем то такой очень интересный но что меня сильно смутило это вот это помните я говорила про ложку дегтя которая в бочке с медом вот она пожалуйста это ложка дегтя она всегда как вот когда эта личность личность эта маска то есть она всегда находит себе ну вот для нас с вами до находит ну вот для того чтобы мы видели ее именно такой то она находит себе какие-то обстоятельства которые ее ограничивают когда она рассказывала про контракт который она подписала не глядя вот это действительно вот прям четкое проявление цифры 14 и там много случаев включая то что она взяла к себе абсолютно бесполезного человека в качестве продюсера да и сам ну получается он на ней учился продюсированием попутно крал у нее много денег забирал просто потому что она подписала с ним контракт вообще бесконечный да потом она вышла из этого контракта она еще какой-то контракт подписала то есть она всегда находит себе проблемы на пустом месте причем эти проблемы и и очень сильно сдерживают да вот эти ограничивающие факторы добавляют но она молодец вот интуитивно получается нашла себе очень хороший псевдоним вот лучше всего потому что у нее троек нет а ей вот вообще вы знаете настолько интуитивно она во первых выбрала сферу деятельности а во вторых нашла себе псевдоним который прям четко соответствует этой сфере деятельности потому что вот эта кармическая 14 я вам сейчас формуле души покажу в чем она проявляется и получается что у нее единственный выход вот из того чтобы вот прорабатывать вот эту кармическую историю это быть актером быть вот именно легко относиться к своим проблемам и в этом плане тройка просто идеально понимаете и она нашла вот это свое во первых нашла свою нишу до свое предназначение а во вторых она нашла себе псевдоним который вибрирует именно тройка тройка это вечный ребенок это актер это просто ну вот замечательно но вот она нашла себе но это опять таки когда жизненный путь 22 у человека вот включается в какой-то момент какое-то экстрасенсорное видение и он но даже не просто видение она просто выстраивает свою жизнь сама так как ей нравится да и приходят вот эти псевдонимы и приходят какие-то люди которые ее и учат и ведут дальше понимаете вот настолько все взаимосвязано смотрите вот по нумерологии я вам сказала что покажу что именно ей мутит воду что называется да вот пожалуйста из всех планет которые у нее директные да и все нормально все в порядке есть ретроградный юпитер то есть в прошлой жизни явно она пошла куда-то не туда и в этой жизни она периодически сворачивает не туда и жизнь ей дает по носу и социум но это вот как раз именно с точки зрения социума идут удары вот они пожалуйста подписывает документы какие-то и получают какие-то оплеухи да вот и я вам сказала что по формуле души я вам покажу что она действительно никогда не будет испытывать проблем с деньгами и у нее это тоже присутствует но наверное этот вопрос мы с вами разберем в отдельном видео я буду вот воскресенье думаю проведу открытый урок для своих учеников по формуле души и проведу его наверное прям полностью открытым для всех подписчиков не знаю может быть потом его закрою только для учеников оставлю но вот я как раз разберу эту тему по поводу денег формуле души у нее прям все четкие указания на то что у нее всегда будет все хорошо с деньгами за исключением признание социумом понимаете вот со стороны социума будут постоянные вот эти оплеухи потому что юпитер это одна из планет которая тоже в том числе отвечает за деньги вот вообще четыре планеты участвуют формирование финансового успеха и здесь вот мы видим что три просто замечательно аспектированы просто великолепно у нее ну сделан ну вот все прям идеально да но вот одна немножечко вот этот вот вот эта ложечка дегтя до которая будет ее периодически спускать с небес на землю и мы видим это действительно с ее уровнем таланта вообще удивительно что она сейчас не собирает стадионы хотя я не знаю какой уровень успеха у нее сейчас судя по ее интервью она не жалуется но вот если бы юпитер был хороший то если бы он не был ретроградным и была бы поддержка со стороны других планет то здесь мы мы бы видели ее но по-другому мы бы видели ее более успешной но что поделать и вот смотрите на венеру смотрят сразу и кармический узел который к сожалению красный то есть прошлой жизни она не доработала какую-то тему и в этой жизни через сердечные дела через венеру и и будут учить да не сюда же смотрит черная луна то есть вся вообще все неприятности в ее жизни приходят через мужчин да и эти мужчины к сожалению вот 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 это вот очень сильно взаимосвязано через мужчин и социум и все истории которые вот она рассказывает они как раз при приходили к ней через это но кстати вот я думаю если она поработает с обидой на отца она у нее еще есть может быть она и решит какую-то из своих проблем и кстати на обучение я обязательно вот кто у меня уже учится на формуле души вы не переживайте мы по всем ретроградным планетам которые у вас есть формуле души я дам вам подсказки как прорабатывать каждую из этих планет это ко всему к этому мы подойдем а следующим этапом нашего обучения будет вот как раз тема денег формуле души я вам прям готовлю такое мини расследование мини такой обзор который вам очень понравится мы все рассмотрим и в том числе вы сможете определять уровень своего достатка вот здесь вот я уже сказала да и еще раз подтверждаю что перед нами человек у которого всегда будут деньги всегда будет все хорошо но единственное периодически вот со стороны юпитера будет прилетать какая-то козявочка до какие-то неприятности и со стороны любовных каких-то дел ну вот видите она сказала что я теперь буду очень внимательно присматриваться к мужчинам надеюсь что так оно и будет может быть таким образом вот это вот эту комбинацию она обезопасит себя от этого да ну в общем то на этом я думаю буду закругляться сегодня надеюсь вам такой формат понравился даже если вам не очень нравится не прямой эфир все равно поставьте лайк все равно продвигайте мои видео тут у меня пошло желание облизать губы я уже замучила вас с этими облизываниями губ но тем не менее чем занимаемся то и отслеживаем да значит что еще хочу сказать в общем подписывайтесь ставьте колокольчик обязательно пишите комментарии вот задание которое я вам дала обязательно на него отвечайте а я с вами на сегодня прощаюсь желаю вам хорошего времени суток когда вы будете смотреть и всего самого доброго хорошего позитивного и бьянки очень желаю опять выстрелить опять засиять всеми гранями своего таланта потому что действительно невзирая на то что я как так это к этому стилю музыки вообще никак не отношусь но ее действительно приятно слушать на нее интересно смотреть это просто шикарная исполнительница и дай бог чтобы она и дальше нас радовала своим творчеством я вас всех очень люблю пока пока